Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 479. События дня. Эпиграф. Так, Иакова 5.9. Несет эти братья друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. За 4 апреля 2017 год. И дальше я говорю, как по скайпу, кто желает говорить. Выходить с 4 до 16.00 по Москве. В течение 12 часов. И дальше прочти. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звоните мне в свое время, без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. В скайпе, на моей страничке, на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. Дальше. Немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем себе. Видите, просто прости Христа ради. Надо сказать, в чем виноваты. Человеку выговорить и разобрать каждый проступок, чтобы его больше не было. И об этом Господь Христос сказал. Это преподобный Марк Подвижник. Ты уже прочитал? Нет. Лука 17,3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Выговори. У православных вообще этого нет. Никогда. И вот все время. Главное, что смирение. Вот какое качество смирения. Это надо в себя вникать, работать. И всю жизнь над собой работают, и никакого сдвига-то нет. А почему? И вот непрерывно там начинает грешие, супергрешие, многогрешие. Причина-то в чем? Это Павел не говорит. Везде приветствует своих. Избранным святым. У православных сказать святой. Да это прямо уже дальше нет. У гордыни и прелесть. Гордыни и прелесть. Это главное упреки. А почему? Да потому что они рожденные свыше. Православные о рождении свыше вообще понятия не имеют. И своими силами, как пишет апостол Павел Кремлинам, пытаются праведностью своей возвыситься, ставить рекорды. Не ел 40 дней, 70 дней. Залез в нору, согнулся, в дупле живет где-то. Ну разве Бог заповедал это? И причина одна, не рожденные свыше. Он пытается сам своими силами за волосы вытащить себя из трясины. Вот что это означает попытка. А рожденные свыше, ну он знает это, начинает наседать. А почему вы об этом не говорите, что надо над собой то? Надо над собой трудиться. Никто не говорит, что не надо. Ну ведь сегодня-то православные говорят не об этом, а о том, что родиться своими силами. Тебя кто-то рождает, а не ты. А этот кто-то есть Бог. Господь Бог. И поэтому у православных непрерывный стон. У монахов, у любого, кого-то не возьми. У него надежды на спасение никакой нет. А мы спасены. Спасены в надежде. У нас толкование есть. Чем православный от сектантов отличается? Ну, две причины только. Первая. Самое главное. Чтоб сектанцы стали церковью, необходимо иметь рукоположенного им от апостольских времен по хератонии епископа. Это вот самое наиглавнейшее. И второе. Иметь толкование святых отцов правила коммуно-церкви. Это вот наиглавнейшее. А остальное, все, там одежда, свечки, это не на первом месте. И вот мы начитываем по трехтомнику Нового Завета. Блаженного Фепелакта наше издание. Я неоднократно показывал. Некоторые зайдут и не увидят даже. Я покажу сейчас. Это второе у нас издание. Посмотри. Пожалуйста. Каждая книга 752 страницы. Впервые, повторяю, за 2000 лет такое издание. Полное толкование с откровением вместе. 27 книг Нового Завета. Вот. Как оно выглядит. И здесь же у нас 280 картин Гюстава Дорет. 230. 240, кстати, картин. И 10 из классики. Сейчас я могу даже показать, хотя бы, как без... Под самый обрез, без полей. Мы долго занимались этим. Вот. Как выглядит. Это больше года работали у нас несколько человек. Пока были раскрашены книги эти. Вот так. И вчера я сделал подсчет. Знаков, без пробелов. Ну, вплотную букву друг к другу. Вот в первом томе. Считай, сколько? 1 миллион 536 тысяч 243. Так. Во втором томе. 1 миллион 485 тысяч 357. Третий том. 1 миллион 495 тысяч 155. Всего в трех книгах Нового Завета с толкованием и комментариями. 4 миллиона 516 тысяч 755 букв. Знаков. Знаков. Ну, буквы и знаков. Дальше. Данное. Ветхий Завет из канонических книг. Ну, кто не знает, можно даже зачитать. 39 книг, 929 глав, 23 272 стиха, 438 906 слов и 2 миллиона 59 тысяч 465 букв. В неканонических книгах. Входят также 13-14 главы пророка Даниила, молитва Монасии, 2-я параллельпоменон 36 глава. 172 главы, 5 тысяч 855 стихов, 100 тысяч 787 слов, 500 тысяч 138 букв. А вот Новый Завет прямо из Библии. Содержит 27 книг, 260 глав, 7 тысяч 955 стихов, 129 тысяч 596 слов, 612 тысяч 909 букв. Библия каноническая, 66 книг, 1189 глав, 31 2227 стихов, 568 тысяч 502 слова, 2 миллиона 672 тысяч 374 букв. Так, это первое, 274, сейчас маленько глянем сюда так. Это у нас что? Ветхий Завет из канонических книг. Так, Ветхий Завет, а это вся Библия, вот что, разница какая. И вся Библия с неканоническими книгами. С неканоническими книгами 77 книг, 1361 глава, 37 тысяч 82 стиха, 669 тысяч 284 слова, 3 миллиона 172 тысяч 512 букв. Так, а вот теперь подбивай итог. Новый Завет в трех томах больше Нового Завета в Библии в 7 целых, и там 369, и там, это 372, 911, 170, 712, и там пошло. Да, да. Раза. Или примерно в 7,37 раз. То есть вот мы считаем Новый Завет с толкованием, он больше Нового Завета, который в Библии в 7 целых 37 сотых раз. Дальше. Больше Святой Библии с неканоническими книгами в 1,4 тысячи раза. Да. Ну, в 1,4 тысячи раза. И больше Канонической Библии. В 1,690, 165, 165. В 1,7 тысячи раза. Все. И маленькие рассказы. Так, на остановке стоит батюшка, бородатый такой, в рясе и с крестом. Поверх на плечи накинута легкая куртка. Тут к нему подходит нечто с фанатичным блеском в глазах и начинает вести разговор на тему. Не в то вы верите, батюшка. В Марии Магдалину верить надо, а вы в Иисуса Христа. Вот, послушайте. И все в таком духе. Батюшка молчал, молчал. Но когда миссионер сказал, что Христос вовсе не Божий Сын, священник вдруг заговорил. Как и положено, густым таким распевным басом. Распевным басом. Распевным. И говорит, послушай меня, сын мой. Я ведь не католик и не протестант. Я православный, могу им в морду дать. Так, а я на это пишу, на этот рассказ. В моей жизни было. Так, когда в июле-августе мне пришлось быть... Вот здесь надо написать было. 1992 год. Вот, все, все ладно. Мне пришлось быть в Нью-Йорке, и там... Батюшка повез меня в скаутский лагерь, посмотрит на их воспитание. То дорогой он мне рассказал такую историю про гарлемовские события. Гарлемовские события, где негры по ночам устанавливают свой порядок. И чтобы тебя при задержании не прирезали, у тебя в кармане было бы непременно что-то не менее 25 долларов. Верхний вот кармашек здесь, чтобы сразу быстро подать ему. Если с ножами окружать тебя. И вот идет, вроде как со своей супругой, протодиакон православный. А к нему двое с чернотой своей. А ну, давай. А дальше произошло то, что бывает на ринге при борьбе без правил. Этот огромного роста служитель алтаря схватил с всех за двоих за шиворот. Отмахнул их в разные стороны. А потом с непонятной скоростью вдруг так рванул их друг к другу навстречу, что их лбы раскололись. Один отправился сразу же на божий суд. А второй доживает свои гарлемовские воспоминания о последнем умном и памятном дне своей черной жизни на психиатрическую похлебку. И когда мы были в лагере в Скаутском, и там росла такая девчина, вышла с прочими насильниками, мне батюшка сказал, а это как раз дочь того самого запрещенного служения отныне и навсегда. То есть батюшку запрещили, все, сняли дальше. А мне пишет один, вчера. Так, Владимир Демченко пишет, книги получили, большое спасибо. Вот видите, как новый человек, познакомился, ну у нас хорошие были разговоры тут, ну как хорошие, более мирные, чем раньше, а с одним из клеветников моих, и я думаю, он всегда нападал на них, сейчас не будет уже, я потом фамилию поставил. У меня такое правило, если получают книги, то и даже три снимка сделать. А он в Италии живет, в Италии. И вот три снимка, я сейчас их покажу, какие снимки получил я. Это вчера, книги дошли, благополучно, во славу Божию. Вот, видно, держит в руках 23 том, открыт, это наши книги открытым оком. Ну и дальше. Вот книги наши пришли, в коробке, как они выглядят, даже в коробке, так красота-то какая. А вот Новый Завет уже держат. Все, получили, благодарят. Да мало того, что благодарят, да готовятся приехать, просят разрешения, приехать с ребятишками на крещение. Представьте себе, как Господь благословляет. Ну, в нашей книге благословенное от Бога. Новые, новые души приходят. Я даже не могу сказать, и, говорится, счета нету. Все новые души. Так. Ну и наши ресурсы показать, какие есть. Вот. Это мой мир. В моем мире переписываться со мной можно. Кто-то спрашивает про книги, данные дать, какие есть. Что-то не вижу я, где это. Где у меня-то вот адрес, почему его не видно. Вот она, вверху. К истине 2. Собачка. Mail.ru Вот тут легко переписываться. Вот сегодня я поставил утром рано, но не утром рано, это первый час ночи был. Вот. Ролик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. 7 роликов добавлено сюда. И наш большой ресурс, это православный форум 1607. Так, заряди православный форум Игнатия Лапкина. Легко найти. Очень легко пользуется. Нужно нажимать. Здесь вот под храмом видно надпись. Новое сообщение. Всегда на них надо нажать, на первую страницу выйти. И по этой строчке вести дальше. И написано общий поиск. Не по темам, а общий поиск. Ну, то сразу рамочка выйдет и заряди слово, какое тебе нужно. Ну, и вот наш большой ресурс. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». У нас все книги, все называется «Открытым оком во свете Библии». Сколько у нас подписчиков сейчас уже? 6 631 подписчиков. И 5 875 122 просмотра. Вот на сегодня. Так, эта система, она заняла, так сказать, занесла в СМИ средства массовой информации. То есть на нас уже действуют их правила, и мы должны быть подчиненные им уже здесь в этом вопросе. Ну, и очень большой ресурс у нас. Православный библейский сайт «Открытым оком во свете Библии». Очень тяжелый по объему. 50 книг только Ауди. Тяжеловесный, так скажем. И вот книги все здесь. И вопросы и ответы. Вот справа идут. 55 папок, 4124 ответа. И поэтому отсюда я беру некоторые вопросы. И мы их зачитываем. Недостающее здесь место в событиях дня. Поехали. Вопрос 2058. 8 том «Открытым оком». Всегда считалось за благо, если в семье кто-то обрекал себя на служение Богу в монашестве. Это был ходатай за все родство. И этих ушедших любили и хвалились ими. Разве это не от Бога? Спастись наверняка. Ответ. Просто достать чудно, как мудро все у монаха устроено. Ушел, возвысился в послушании, в иночевских подвигах. Отрекся от мира и победил плоть. И воюющий в теле грех. Ни разу ни Христос, ни апостолы не поведали нам сию монашескую тайну. Что Бог больше любит и лучше слышит того, кто живет в горах или за монастырской стеной. И что кто этого молечника будет кормить, этот труженик, менее угоден где Богу. И что его, селянина, меньше слышит Бог, чем его подопечного. Во множестве житий говорится, что кто-то кормил и постоянно этих затворников и отшельников. Приносил им пропитание. Подвозил теплые хлебы, масло, вино. Но имен этих благодетелей, почему-то житописатели, не сохранили в истории. Интересно, кто кормит, ни одного неизвестно. Ну, может где-то кто-то. Так, почему? Почему? Выходит, принимали из рук своих кормильцев подношение, как должное, что весь мир обязан их кормить. Но Бог слышит каждого. Иоанна 6, 37. Приходящего ко мне не сгоню вон. Исайя 65, 24. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Вот так. То говорят, что пророку Ильи монахи подражают, то мощам Елисея, и при том ничего из пророка Ильи и нет, все выдумка нынешняя. И новое это дело в 4 веке заполонило сознание желающих спастись наверняка. Но это совершенно новый путь, совершенно не евангельский, а по Павлу Фивейскому, по Антонию, пустынолюбителю, назови как хочешь. Но это и есть противление указанию Бога идти в мир и благовествовать о его любви. Нужно же подражать апостолу Павлу, а не Антонию. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я вчера прослушал, ну тут кто-то ссылку сделал на один наш ролик, я беседую с одним священником. И он начинает говорить, сначала все подхахатывает, а это я уже знаю, это смертельно опасно. Говорит и подхахатывает, и подхахатывает. За этим, как правило, кроется блуд. Ну у меня очень большой опыт, это никуда не говорится. И о слове Божьем никак, его все время выворачивают куда-то. Выворачивает, вот Серафим, он был там, был, да ну я знаю, я насчитывал, он не может никак статистировать Серафима. А Бойге ничего сказать не может. Вообще. А вот Серафим был, вот Серафим, тот Серафим. Я задаю вопрос, почему, когда Серафима уже нужно было канонизировать, уже вплотную царь подошел к этому, ни один архиерей не проголосовал за это. Почему? Ну можно же ответить. Далее, современник Пушкина, ни один, повторяю, ни один, там Лескоп, кто, даже не упоминает о нем. Но если какие-то были люди, то упоминали, это их современники, это было. Вот описывает этот период времени Пушкин, и он говорит, у такого-то был, телорета, знает. Я спрашиваю, ни один уже не отвечает. И опять Серафим, Серафим. Почему в биографии Александра Невского, первая биография была три страницы, а уже через сто лет тринадцать томов. Хотя нового ничего не было. Откуда взяли? Ну понятно, что все как сегодня, это просто жиотаж создают. Ну по Божьей, я говорю, или нет, было указание это. Я не против, святой, я ему молюсь. Ну где написано, чтобы ты скрылся, а к тебе шли? Писание говорит, ты иди, а не к тебе. Притом это не один, не два, это больной там сидит, затворник какой-то, пишет что-то, как пеофан затворник. Тут еще можно, здесь ничего этого нету. Он сидит и к нему идут, то есть народ не знает Бога, а чего бы они пошли? А вы бы не пошли, да конечно нет, а зачем я пойду? У меня приезжали, когда в лагере были, из Израиля, из Греции, и говорили, а мы уже вам готовы сегодня оформить там, ну, поездку, путевку, или как назвать, в Израиль. А зачем? Ну ладно, я протологся на вокзалах, везде все томился, приехал, и что? Искать живого среди мертвых? Христос сказал, не ищите. Мне это ничего не даст. Абсолютно ничего нет. Дальше. Словосочетание проповедуйте Евангелие в Новом Завете встречается 15 раз. А уходите в пустыню, бегите от мира ни разу. Вот представьте, 15 свидетелей и ни одного пустое место. А где ни одного в сравнении с нулем, это бесконечное большинство. Если бы один был только раз, сказано, уходите в пустыню, то идите и проповедуйте, и было в 15 раз больше. А если нуль стоит, то бесконечность. И невозрожденное существо хватается за выдумки человеческие, а Божие пренебрегает. И это все так всосалось в кровь и у сегодняшних, живущих в миру монахов, монахинь и накинь, которые монашество и не нюхали. Они готовы тебя живьем похоронить, чтобы только ты не говорил никому, что они и есть самые первые нарушители священного писания со своим целовудрием. Вот что интересно. А вы знаете, вам надо больше вникнуть в святоотеческую литературу. И главное, это Игнатий Бричининов. И о монашестве. Это меня поучает человек. А я думаю, ты в руки не брал Игнатия Бричининова. Так он говорит, монашество кончилось в пятом томе. Кончилось. Остались актеры. А актеры, говорит, ничего не сделают. Тысячу двести семьдесят пять монастырей в России было. И он говорит, едва ли четыре духовных есть. Едва ли. Когда он поступал в монастырь с товарищем, то монахи с первого дня его не излюбили, Игнатия Бричининова. И не давали даже ножик картошку чистить. Топором, говорит, картошку чистили. Я этого не видал нигде. Топором. Посчитайте. И то, что он стал убегать в церковь, а в военном училище учился, вызвало подозрение. Его сразу в революционеры готовы были записать. За то, что уходит, молится в храм. Вот состояние какое было. Игнатий Бричининов о монастыре сказал, оно кончилось. 1861 год. Феофан Затворкий говорит, поколение, много, два, и православие в России исчезнет. Так оно не может продолжаться. И дальше. Первое царство, 1523. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. А волшебство отлучает волшебство на 18 лет. Это то же самое. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. А вот это я прочитал, что польза? А теперь прочитай. Ну я считаю до конца. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. Что польза называться девами и остаться за дверьми послушания. Матфея 25, 11. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно, говорю вам, не знаю вас. Антоний Великий, 17 января, кавычки открыты. В то время в недальнем расстоянии от селения Антония проживал один старец, который с молодых лет предавался в уединении иноческим подвигам. Видишь, какие слова? Иноческим подвигам. Ни слова Божия, ни откуда-то неизвестно. Это уже придумали новое. Это Евангелие от монахов, так назвать можно. Повидавшись с ним и получив для души пользу от этого, Антоний начал подражать ему и также искать уединение в различных местах. То есть Евангелия нету, о Христе вопроса никакого нету. Но вот один первый там был, и он пошел к нему учиться. Он учился, дальше подражает. А где Христос, где Евангелие, а зачем оно нужно? Монашество истребляет подражание Христу, Евангелию. То есть не было устава, не знали, что дальше-то делать. Ну, ушел, закрылся, залез в какую-то шкуру или в дупло. Что дальше-то? И друг от друга искали. Ну, у того что, у того вот такое. Чтение Священного Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, что не забывал из читаемого решительно ничего. То есть даже считать нечего было. Он должен был слушать где-то. А что можно запомнить-то? Не все. И при строгом соблюдении всех заповедей Господних, память стала заменять ему самые священные книги. Он думал и о том еще, что каждый подвижник должен подражать великому Илии. И имея перед собой его образ, изучать по нему, как перед зеркалом, свою жизнь. Где учил Господь Ильи подражать? Нигде этого нету. Господь говорит с Ильи, а как раз про Ильи сказал, не знаете какого вы духа. То есть Господь запретил подражать Ильи? Нет. Ну, от кого-то до этого? Как интересно, Антоний в видении. И он отцу своему там и говорит, у меня в видении был ангел приходит. Он говорит, и сейчас ты приходит. Да, обычно по средам, там по субботам. Он решил, рядом келью построили. И он живет. Как только он придет рядом, живет, никогда не является этот контактер. А он контактер говорит, какую камелавку сшить, какую обувь носить. Дальше. Поэтому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, упросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известные дни пищу. Тот запер его в одно из таких гробниц. И там в единении блаженный предавался безмолвию. Вот так. Идите по всему миру. Иди проповедуй, скажи, что Бог сотворил с тобой. А нет. Найти гробницу, да чтоб другой его запер еще. Ну, а в окошко подавал и кормил. После этого Антоний пошел к вышеупомянутому старцу, у которого он искал руководство в самом начале. И стал упрашивать его пойти поселиться вместе с ним в пустыне в каком-либо молодоступном месте. Когда старец отказался, и по причине старости, и по причине новизны, такого образа подвижничества, Антоний бесстрашно отправился один в далекий путь к неизвестной среди монахов горе в пустыне. Ну, где хоть одно слово? Идите, возвести, что тебе Господь сделал, даже бесноватому Господь говорит. И он пошел и начал по всему городу проповедовать. До преподобного Антония Великого и его современника преподобного Павла Фивейского среди христиан совсем был неизвестен такой вид подвижничества, отшельничества. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Дальше, Арсений Киркирский, 19 января, кавычки открыты. С юности он посвятил себя на служение Богу и принял иноческое пострижение. Кавычки закрыты. Перенесение мощей Алексея Митрополита, 20 мая, кавычки открыты. На том же основании между этими двумя храмами был выстроен новый храм во имя святого апостола Андрея Первозванного для иноков обители, чтобы они всегда, и особенно в зимнее время, могли слушать различные церковные службы отдельно от сторонних посетителей монастырских храмов. Кроме всего, на западной стороне всех этих зданий была устроена другая трапеза для принятия иноками пищи, чтобы они во всем были отделены от приходящих в обитель суетных мирских людей. Думали об одном только, Боги, и заботились о своем спасении, ревностно упражняясь в молитве, посте и рукоделии, так как в этом и заключается вся жизнь иноческая. Все в этом заключается. Для благовестия тут нет места. И вот они уходили и даже ели отдельно, чтобы миряне-то не сели, которые кормились. Ты пришли, а иди отдельно там ешь. Для этого же были устроены и разные входы в храм со вне обители. Для мужчин особые входы в храм святого Алексея, а для женщин также особый храм благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы приходящие к многоцелебным мощам святителя входили в эти храмы со вне монастыря и стояли в них, не смешиваясь каждый пол в особом храме. Мужчины отдельно и женщины отдельно. Для иноков, живущих в этой обители, были устроены в эти храмы и трапезы другие входы изнутри монастыря. Это для того, чтобы иноки могли проводить безмолвную, чуждую суеты жизнь, а также для того, чтобы по обряданию святых отцов и по уставу обители иметь монастырьские ворота всегда закрытыми и этим воспрепятствовать мирянам безвременно входить в обитель, а инокам во всякое время выходить из нее. Кавычки закрыты. То есть не выйдешь и не зайдешь. Ефимий Новый, 15 октября. Кавычки открыты. Так как Феости Рикт, не перенося с тяготы и злострадания строго безмолвной жизни, возвратился на Олимп, то святой Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с некием, еще до него вотвязавшимися на Афоне иноком Иосифовым. Но вскоре младший оказался учителем старшего. Кавычки открыты. Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповедей, уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем себя за этих скотов и в течение сорока дней будем питаться одной травою, поникшей к земле, как животное. То есть каждый бы думал, бы комурил, что хотел. Может быть, очистившись через сие, мы опять получим свою, по образу Божию и по подобию красоту. То есть, а в жертве Христа, что Искупитель сказал, без пролития крови нет прощения грехов, ни слова нету, вообще. Вот теперь встать, уподобиться животным, и это опять новинка, это не осуждается, это так и должно быть. Вот что услышал от Ефимия Иосиф. Иосиф согласился с этим предложением, и оба они провели сорок дней, терпя жажду, холод, голод и жар. Так, едва была пройдена сия новая ступень лестницы христианских добродетелей, как святой Ефимий снова предложил своему сподвижнику следующее. Вот я боюсь того, и ты вот у меня все изобретатель, тебе наказано, ничего не изобретай. Это там был Никита из Украины. Кавычки открыты. Оставим теперь, добрый Иосиф, злострадание, жития беспокровного. Заключимся в какой-нибудь пещере, и будем оставаться в ней неведомыми от всех других находящихся здесь иноков. Положим самим себе в закон. Как бы он не шел к нам от Бога. Вот, то есть, видите, куда уже дальше-то лезет. Сатана что хочет, то и крутит. Чтобы ни тот, ни другой из нас не выходил из пещеры прежде окончания трех лет. Вот так. Если же кто из нас в течение этих трех лет умрет, то будет воистину блажен. Сами определили, суда Божия нету, и сами назначили правила. То есть, это не гордость, не гордыня, не прелесть, ничего нету. Но это монахи сказали. И русский это причмекивает, обсасывает это житие. Это из жития Дмитрия Ростовского взято. Ну, ты же дня не был нигде. Тебе на день день, как тучи в камере, где с ума сходят. Как человек до конца жизни сохранивший размышления о смерти, и гробом для него добудет сия самая пещера. А когда по изволению Божию оба мы будем, пребудем живы, умрут, по крайней мере, насколько сей возможно наши страсти и плотские пожелания, и мы изменимся к лучшему. Нигде не написано, чтобы они исполнились Духа Святого, заботились о рождении свыше, о проповеди. Он вообще не знает ничего. Люди, которые, ну, даже они намного-намного дальше стали, чем когда были в миру. Иосиф принял и сие предложения. Вот какого послушника нашел. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней и едва-едва поддерживали свое существование скудную растительную пищу, состоявшую из росших близ пещеры желудей каштанов. Вся жизнь в них была исполнена величайших подвигов, каковы были все ночные стояния, непрерывный пост, постоянные коленопреклонения, спанье на голой земле, провождение времени в пещере без вожжения огня. Строго сохраняя между собой молчание, они, если и нарушали его иногда, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже ветхого рубища, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, причинявших нестерпимое беспокойство их телу. Это были в полном смысле слова мученики без гонений. Однако сподвижнику Дейфимия через год оказалась не по силам нести далее добровольно принятый им на себя крест страданий. Ослабев силами, он оставил Дейфимия. Это был уже второй инок, которому оказалось не по силам соревновать подвигом Дейфимия. Сошел с дистанции. Но сам Дейфимий после всего лишь усилил свои подвиги. Слава Иисусу Христу! Кассиан, 29 февраля, кавычки открыты. Желая получить от других, святых отцов, большую пользу для себя, он вышел из своего места, где соблюдал полное безмолвие и посетил все монастыри в Египте, Фиваиде, на Нитрийской горе, в Азии, в Понте и Каппадокии. Вот он натворил дело, помог. Ознакомившись благодаря путешествию с житиями многих великих отцов и изучив различные образы иноческих подвигов, святой Кассиан основал два монастыря в Массилии, мужской и женский. Ну что на это сказать? Это новая религия, новая. Мало того, вот этой религии они наградили Россию, когда пришли. Киевский город стали копать. Это после обеда, я говорю, как пришли. Очевидно так. И далее. Стихи. Стихи. Они непопулярны. Их авторы не могут их продать. Годами сиротливо на прилавках обрешены пылиться, коротать. К стихам относятся всегда полусерьезно. В них допускают что-то ради рифмы. Сравнение, вычурное, вредной занозой, в полубезумии бросается на рифы. Сам автор мучается глупости видений, за умностью меняя ударение. Но есть стихи для музыки и пения, как для слепого омовенья брения. Кичится виршами, себя зовет поэтом, дрожащим голосом читает чепуху. В смысл речи завихряют рифмоплеты. Венцы плетут разврату и греху. Но есть стихи. Из них сияют главы библейских книг, священного писания. Ни женской красоте поется слава. Гимн воскресенья звучит под небесами. Вот видите как тут. Я не задашь. Переложение прозы на стихи, событий, поучений книги книг, вливают в новые библейские мехи, свое видение отражают в них. Тем более на них не будет спроса. Таких стихов не сыщешь в магазинах. Кто до псалмов Давидовых дорос бы, стихи найдет и в мусорной корзине. Кто любит Библию, стараясь наизусть стихи библейские запомнить и понять. Проповедь в стихах для них послужит пусть кормящей нянькой, нежную как мать. Старался я, подыскивал сравнение, пытался разъяснить, что, почему, писал с молитвой, часто на коленях, о церкви, о свободе, про тюрьму. Вот у меня книга вышла «Церковь, свобода, тюрьма». 9.08.2003 год, Игнатий Лапкин. Вот такое дело. Какой вопрос и сколько в него вложено. Дальше. Вопрос 1825, 7-й том открытым оком. В житиях не раз говорится, что муж с женой жили фиктивно, как брат с сестрой. Как на это реагировали их родные, когда как-то узнавали? Ответ. Для многих родных это было страшным потрясением, ибо они ждали наследников, а здесь вышел пустоцвет, по их мнению. 1.Коринфянам 7.5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 12 марта. Феофан. Кавычки открыты. Увы, мне несчастному вопил отец, увы, окаянной старости моей, из-за непотребного дезятя моего. Он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с ней по-супружески. И нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем прежде брака не нарушил обет обручений и не отказался от нее, дабы не привести ее, столь юную в такое несчастье? А мою старость не подвергнуть еще больше печали. У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью. Кавычки закрыты. Вот ответ. Надо житья святых, надо знать, чтобы сказать, где, что конкретно. Вопрос 2333, 10-й том открытым оком. Живу в доме с человеком, который в течение дня 5-6 раз чертыхается. Ничто не помогает. Что делать? Ответ. Смотря какова ваша сила и авторитет, и кто он, родной или чужой, можно ли развестись мосты с ним, а если нет, тогда терпите, молитесь. Демоны любят, когда их напоминают. Они подражают Господу, который хочет, чтобы мы всегда о нем помнили. Исайя 25, 1. Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвылю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Исайя 12, 4. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Сафония 3, 9. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. 1 Коринфянам 1, 2. Церкви Божии, находящиеся в Коринфе, освященны во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у сих и у нас. Сейчас очень много поминает черта в фильмах, иногда почти беспрерывно склоняет этого духа лжи и убийства. Сирахов 23, 19. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Терпите, беседуйте с ним и вразумляйте, если он способен слышать. Матфея 12, 36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Дальше стих. За виденное нужно отвечать, за слышанное спросится сполна, во что поверили, на том стоит печать, сомнительное тоже, что волна. Выходит, моряками рождены, приговоренные в неверии тонуть, матросами на страшные галеры сатаны обречены под палку и под кнут. Э, нет, сказал однажды сам себе, я смотрелся, будто бы впервые, здесь каждая ложка под себя гребет. Ба, да оказывается, все мы тут кривые. В насмешку, на позор, с клеймом, что вор, умышленно и злостно окривили. Начальник боцман на расправу скор, надсмотрщики все с подбилетом в вилла. Взмолился, переставший чертыхаться, о, есть ли есть, что выше нашей мачты. Приди, спаси, устал я бултыхаться от политической прилюдно-блудной качки. Раскрепости и выведи во свет, дай ощутить скалу чудесной веры, определить, где право-лево, да и нет. Да и нет. Да и нет. Энергии небес ударь по нервам. Не захлебнусь от счастья, устаю, покинув палубу незнания и сомнения. Христос воскрес, послышалось поют, дрожь ощутил я в дрогнувших коленях. Все в прошлом, на руках татуировки, о безнадежном якоре в Марусях. Теперь раздеться, при чужих неловко, сам за себя краснею и стыжусь я. Глаза отверзлись, распахнулись уши, для пренебесных глазов и видений. В рыданиях о прошлом слезы душат, смывая грех, неверие и сомнение. 24.7.4. Игнатий Лапкин. Понятно. Вот видишь, ответ как Слово Божие, чтобы было здесь. Искал человек не у человека, а ответа у Бога. Вопрос 1285.4. Открытый Моком. Когда Израиль шел в обетованную землю, то Моисей прелестился на Ефиоплянку и взял ее в жену. А Мариам, родная его сестра, упрекала его за это. Казалось бы, что Мариам поступила правильно, облечив Моисея, но Бог ее наказал проказой. Почему? Ответ. Числа 12.1. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. Мы не знаем, когда появилась эта Ефиоплянка возле Моисея, в тот ли момент, когда он вышел из Египта или раньше. В то время многоженство не запрещалось, и закон Израилю еще не был дан. Его жена Сепфора оставалась со своим отцом в пустыне, где он еще раньше познакомился с ней. Ниоткуда неизвестно, что он ей прелестился. Что могла говорить ему Мариам, мы не знаем, но исходим из того, как на это отреагировал сам Бог. Он покрыл ее проказой за дерзость, за уничижение брата. И этот урок ей был на всю жизнь и для всех женщин до настоящего времени. Числа 12.8.15. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать рабам его Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от скиней. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею. Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева, матери своей истлела уже половина тела. И возопил Моисею к Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею. Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась с Мариам. Почему ее так занесло? Где она этому научилась? Не с того ли времени, когда она была для него нянькой, как старшая сестра? Исход 2, 6, 10. Открыла и увидела младенца. И вот, дитя плачет в корзинке. И зажалилась над ним дочь Фараонова и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери Фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь Фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Так называю Моисей, вынутое из воды. Грех Мариам был немал. И она была не одна. Ее позиции усиливал родной брат Аарон. Но это им нисколько не помогло. Бог защитил его. Значит, от этой эфиоплянки никакого ущерба Моисею не было. Она была его законной женой. Иоанна 9, 31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Сираков, 15, 12. Не говори, он вел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. И Бог разговаривал с Моисеем лицом к лицу. А если бы тот был виновен, то этого не могло бы быть. Исход 22, 28. Судей не злословь, и начальников народец в твоем не поноси. Этот грех карался смертью. И когда апостол Павел понял, что виновен в этом, он сразу же дал обратный ход. Виноват, не знал. Деяние 23, 5. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник. Ибо написано, начальствующего в народе в твоем не злословь. Стих. Со стариками моя дочь не спорь. Сидин, стариковских, ты не позорь. Готовь себя, дочка, к жизни большой. Будь телом чиста и чисто душой. Дмитрий Гуля. Перевод с Абхазского. Видите, к месту такое место, стих. Это не просто так. Вот я книгу 26-й том со стихами никогда бы не издал. Там на каждый вопрос я отвечаю 6 стихотворений. 300 поэтов за 300 лет говорили. Благодаря Евгении Евтушенко, который в этом году, вот умер 1 апреля в Америке, а хоронить привезут в Москву. Я благодарен ему. Вопрос 998, 3-й том, открытым оком. Возможно ли, чтобы у венчанных в церкви, а затем разведенных по причине отступления одного из них от Бога, священник снял венец, вроде как то венчание было ошибкой, и разрешил верному еще один брак? Вот ты слышал, в прошлый раз считали, это двое пришли и говорят, батюшка, у нас характери не сошлись, ты разведи нас. Он говорит, да то таинство было. Ну какое-то у вас есть таинство. Говорит, таинства нет, ну давай им. Итак, вы хотите развестись? А у него Евангелие, ну какое-то, оно престольное, толстое, там несколько килограмм. Да, он ее по голове сверху брякнул. Ты тоже хочешь развестись, нарушить брак? Да, он его еще раз. И теперь, вы хотите навсегда остаться разведенными? Да, он опять снова благословляет их Евангелем по голове. Ну и когда раз десять их так, аминь и аминь, у них в голове кружится, так доходи, батюшка, он говорит, до самой смерти. Буду благословлять вас, пока не разведу. Куда? По гробам. Ответ. По данному вопросу, столько накуролесили в церкви, что мы стали подобны тем иудеям, которые вопрошали Христа. Матфея 19, 3, 10. И приступили к нему фарисеи, и искушая его, говорили ему. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Причин было много. Вывели даже два раза, если она пережарила картошку, говорит, можно разводиться. У нас его была картошка. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прилюбодеяние и женится на другой, тот прилюбодействует. И женившиеся на разведенной прилюбодействуют. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот так, Никита. И он говорит, лучше внимательно. Дальше. Заметьте, как поставлен вопрос. Не просто о разводе, но по всякой ли причине. В царское время была составлена особая шкала брачных ценностей. Если это царь и нет детей, то ее официально постригали в монастырь. А он снова женился. Или ложно обвиняли в измене и казнили ее. А он снова женился. Или. И он снова женился. А в действительности причина только одна, которая позволяет официально утвердить на развод. Как Иван Грозный, это правило четвертого брака в церкви нет. Даже умирали жены бы. Умирали, бывает так. То не имеет права жениться. Четвертого брака, а то он шесть раз венчали. А куда он еще казнит? Но в таком случае разведенный верный не имел права жениться до смерти второй половины. В римлянам 7.3. Посему, если перепреживом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцией. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцией, выйдя за другого мужа. И ей разрешается три раза выходить. Четвертого нет брака, все. Да как-то может случиться, что ей только 25 лет разницы никакой нет. Четвертого брака нет, дальше только блуд. Первое, Коринфянам 7.39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Правительствующий сенот допускал иное понимание о разводах. И сегодня при живых женах венчает по три раза, как у старообрядцев, так и у новообрядцев. Вот такой ответ. Петр сказал, исповедь раскрывать, если в политическом каяться грехе, и возгноили бы. То есть тайно исповедь перестала тайно. Ну и понятно, что людей оттолкнули и люди перестали вообще ходить. Вопрос 997. Третий том открытым оком. Имеет ли право старший брат бить ремнем младших братьев? У меня на занятиях в университете такая записка. Ответ. Судя по почерку, написавший заботится о своих «ушах» ниже спины. Если нет родителей, и этот брат содержит вас, а вы не покоряетесь ему, не слушаетесь, а он исполняет роль родителей, то есть отвечает за вас, то что же ему делать прикажете? Он, но если он самодурствует и может даже извечить вас, уйдите от него или посоветуйтесь со священником, или подойдите ко мне, и я схожу с вами к вашему брату. К нам на занятия приходил юноша-туркмен Сашка. Оказалось, что у него мать пьет горькую, и он бьет свою мать за это и очень крепко. Я переговорил с ним, но он оправдывался тем, что на его руках еще и сестренка, а мать все пропивает. Когда жалоба на него повторилась через соседку, я снова с ним встретился и запретил приходить на занятия. Пошел на полный разрыв с ним, потому что он подпадает под проклятие. И поэтому все, и больше его не было. Дальше. Вопрос 1811. Седьмой том открытым оком. Бегство из мира было связано с домашними трагедиями, с развалом семьи. Христос ли этому научил иноков? Христос ли этому научил иноков? Ответ. Часто бросали в семью как раз те, кто жил в благочестивой семье, как Алексей Божий Человек. Так уж привыкли, что он Божий. А остальные тогда чьи же, кто живет в семье и спасается по духу Христову? Люди нашли себя в горах, в скитах. Попробуйте поставить себе вопрос и найти ответ. Почему никто не запечатал Марию Магдалину в какой-нибудь монастырь? Или почему ее не, в кавычках, обручили Христу для сохранения ее бисеродевства? А она, как на парусах летела по миру с проповедью Евангелия. Может быть, вы придете к той мысли, что все же дух первого века и то, во что потом вылилось христианское учение, об угождении Богу потом, не одно и то же? По описанию вида их, очень многие похожи только на одного библейского персонажа, утонувшего в гордости, тщеславии и высокомерии. Он нашел себя тогда, когда над ним сгустились семь времен, и он был по виду самый настоящий отшельник, подобный Ануфрию. Даниила 4.30 Так, сейчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Так, вата, житие вата. Первое мае, кавычки открыты. Вата и фамилия вата. Видно, мужик-то ватный был. Ватник. Достигший 30-летнего возраста, он оставил отца, мать, жену и детей, имущество свое раздал бедным и, ушедший из родительского дома, принял иночество. А Камона запрещает это делать прямо, ни детей оставить, ни жену, если они еще не дееспособны. Ефросин Псковский, 15 мая, кавычки открыты. После всего прошло много времени, и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собой все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Толвы, где жил преподобный. Подошедший к его шалашу, она стала просить его, говоря, «Дорогое чадо мое, утешь старость матери твоей, покажи мне ангельское лицо твое, не дай мне соскорбить и сойти в могилу, где почивают и отцы наши». Через щель святой Ефросин увидел мать свою, и узнав ее, сказал ей, «Не скорби, мать моя, уйди отсюда и не утруждай старости твоей. Если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни. Иди же в монастырь и, подвязайся, спаси душу твою». Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. То есть с матерью, даже видишь, а где же заповедь о любви? Чти родителей. Монашество все под себя подмяло, и заповедь к родителям, к детям, покорности, все абсолютно возвысилось, это не гордыня, ничего. Со скорбью она ушла от него, поступила в один из монастырей, и, проводя дни в своих благочестивых подвигах, оставалась в нем до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин, доблестно и славно проведшись в жизнь свою, представился ко Господу. Уже ко Господу, что нарушал самые главные заповеди. Но главный монах, все они написали, уже увидели они, он у Господа. Просто считаешь и думаешь, это новое абсолютное учение. Ксении Евсевия, 24 января, кавычки открыты. Когда уже приближался день брака, и все готовились к нему, блаженная Евсевия, посоветовавшись со своими отраковицами, переоделась вместе с ними в мужские одежды, и, взяв немного необходимого из имущества, вышла с ними тайно из дому, так как двери оказались не запертыми. Осенив себе крестным знамением, они обратились к Христу Богу с молитвой, «Прибудь с нами, Сын Божий, и укажи нам путь, который мы должны идти, ибо ради любви к тебе мы оставляем дом и все, что в нем, и решаемся лучше странствовать и жить в скорбях, к тебе стремясь и тебя желая обрести». А почему бы дом-то богатый не сделать училищем, как Климент Ахрыцкий? Три тысячи учеников было. Так они помолились со слезами, выходя из дому, и затем пошли, плача и радуясь в одно время. Никто их не видел, не знает, а теперь уже дальше автор пишет. Кто их видел, что радуясь имя, радуясь? «Находясь на этом острове, без опасений относительно поисков, они снова применили мужской вид на женский, и, сняв в наем небольшой уединенный домик, жили в нем благодаря Бога, которому и молились постоянно, чтобы Он послал им имеющего духовный сан человека, могущего облечь их в иноческий чин и позаботиться о душах их». Кавычки открыты. «Заклинаю вас Богом, чтобы все это вы сохранили в тайне до конца моей жизни и никому не говорили ничего о бывшем с нами или имеющем случиться. Если же кто-либо спросит вас о моем имени, скажите, что я называюсь Ксенией, что значит «чужестранка», ибо, как видите, я странствую, оставив дом и родителей ради Бога. Отсели и вы, зовите меня не Евсевией, а Ксенией. «Так как я не имею здесь постоянного жительства, но странствую вместе с вами в этой жизни ищу будущего». «Вообще о Христе слова даже нигде нету. А Бог, да Бога называют и буддисты, и все». «Макарий египетский, 19 января». Кавычки открыты. «По совершении брачного пира, когда новобрачные были введены в брачную комнату, Макарий притворился больным». Это прославляется. «И не прикоснулся к своей невесте, от глубины своего сердца, молясь единому истинному Богу и на Него возлагая свое упование, дабы Господь в скором времени даровал ему оставить мирскую жизнь и соделаться иноком». Нина, 14 января, кавычки открыты. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла со своими родителями в святой город Иерусалим. Здесь отец ее заволон, пылая любовью к Богу и желая послужить ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского. Затем, простившись со слезами со своей юной дочерью Ниной и прощив ее Богу, отцу сирот и защитнику вдов, он ушел и скрылся в Иорданской пустыне. И для всех осталось неизвестным место подвигов этого угодника Божия, равно как и место смерти его. «Главное, что не знает, как он жил, что, но уже подвиги, раз ушел, это место подвигов». «Филипп Митрополит, 9 января, кавычки открыты. Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос, его отдали в обучение книжное, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Феодор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык душеполезном чтении. Когда он достиг 30-летнего возраста, случилось ему по особому Божию промышлению, презревшему на него войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелия, Матфея 6, 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете услужить Богу и мамоне». Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомним о Соловецком монастыре, что там добрые подвязаются иноки, он вознамерился удалиться туда. Сотворив молитву перед святынями, со слезами припадая к чудотворным ракам святых и приложившись к святым мощам, Феодор пошел с молитвою в путь, тайной ото всех, оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собой лишь самую необходимую одежду. Между тем родители повсюду разыскивали его по городам, и нигде не нашедшие много плакали о нем. Симеон Столпник, 1 сентября, кавычки открыты. Канон есть, не оставлять родителей, а тут плакали, плакали. Родители Симеона искали его два года и не могли найти, так как Бог скрывал его. Много плакали они о своем сыне и так сильно кскорбели, что отец его отвечали, умер. А кто за это отвечать будет? Симеон же, обречет себе отца у Бога, ему предал всего себя от юности. Кавычки закрыты. Феодосий Печерский, 3 мая, кавычки открыты. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии. Когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил божественное писание, что все удивлялись его разумы в мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревностно посещал храм Божий и со вниманием слушал все, что здесь читалось и пелось. Всегда до конца выставил церковные службы. Выстаивал. Хорошо. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Его уже в футбол не заставишь играть. Здесь в скором времени согласно велению божественного промысла суждено было умереть его отцу, праведная душа которого переселилась из Едоли земной в обители небесные. То есть заранее умер отец все уже в обителях небесных. Откуда это известно? Однажды Феодосий случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и воспылавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ними посетить те святые места, где обитал и пролил свою бесценную кровь ради нашего спасения спаситель мира. И вот, исполняя свое намерение Феодосий ночью, тайно от матери, отправляется в далекий путь. Мать же три дня вся в слезах искала его по городу до тех пор, пока не узнала куда он пошел. Блаженный юноша не знает, что делать. Став ночью, тайно вышел с дому. Ушедший отсюда в соседний город, он поселился у пресвитера, где продолжал свои труды. Мать снова разыскала его и, нанесши ему побои, заставила его опять вернуться в свой город. Варлам Печерский, 19 ноября, кавычки открыты. На другой же день, после беседы со старцем, оставив не только родителей, но и обрученную уже с ним невесту, он сел на коня, одетый в светлые дорогие одежды, имея при себе множество пеших слуг, ведущих убранных коней, торжественно прибыл к пещере. Боярин Иоанн, узнав, что его любимый сын постригся в иночество, сильно разгневался на преподобных и, взяв с собой множество слуг, напал на спасавшихся в пещере иноков и всех разогнал оттуда, а сына насильно вытащил вон и, сорвав с него мантию и куколь, бросил их в ручей. Кирилл Новоизерский, 4 февраля, кавычки открыты. Через несколько лет родители узнали, что Кирилл пребывает в обители Корнилиевой. На 12-й год пребывания там Кирилла отец его пришел туда и постригся с именем Варсонофия. А через некоторое время получено известие матери Кирилла, что и она, пожив, добродетельно и благочестиво, также скончалась в иночестве с именем Елены. Отец Кирилла, прожив в обители три года в посте и молитвах, представился ко Господу. Понятно, что все ко Господу, хорошо это. Дальше. Стих. Говорят, что умный это тот, кто из ямы выбраться умеет. И в беде от страха не умрет, но они не мудрые, не змеи. Мудрый же заранее, ста крат, предусмотрит и предвидит яму. Он в объезд невидимый овраг вычислит, не посягнет, чтоб прямо. Пусть не сотни, но и не один. Мудрый просчитает варианты, что если не так, а выйдет клин, умирает и от малой ранки. Мудрый знает, будет нелегко. Все устроит и избыть пожара. Он не ставит на авось, на кон. Опыт раздобудет самый старый. Каждый шаг противника, врага, нужно разгадать инициативно. Обрубить копыты и рога, видеть мысленно конечную картину. Любящие Бога христиане, почему на мудрость нету спроса? Для чего в чужие лезем сани, в дом чужой суемся длинным носом? Мудрость свыше кротко, ищет мира. Беспристрастно, милостью полна, дефицит ее всегда у клира. Мелочная, глупая война. Бог премудрый дарует и мудрость, тем, кто кроток, верит и Егове. На лице открытость, а не хмурость, на вопрос ответы ищет в слове. Библия источник мудрых мыслей, рассуждений о суде, о смерти. На смоковнице плоды, не только листья. Всех огонь проверит нас, поверьте. 15.07.03. Игнатий Лапкин. Вот так. Еще. Вау, надо закончить. Два вопросика убрать. Иначе нам просто трудно будет потом. Все. Вопрос 29.07.03.0.2018. 15.0.2018. 15.0.2018. Открытым оком. У старобрядцев пойдет пополнение через смешанные браки. Когда они женятся ни на своих единоверках, они выходят на сторону замуж, но венчаются в своих храмах, довершив своих избранников. Конечно, мертвые остаются мертвыми. А как у вас? Если муж или жена пришли в вашу общину. С другой половину вы насильно не тащите, не перековывайте под свой образ. Не тащите. Вопрос не тащите? Ответ. Мы с миром отдавали девиц в московскую патриархию. И старобрядцы к нам приходили, но никогда не было ни малейшего насилия. У нас так много занятий, что они постепенно сами перековывались и делались истинными христианами. Кабушка открытая. Наверное, каждому уверовавшему во Христа и перешедшему в нашу крестовоздвиженскую общину города Барнаула. История его верования и прихода кажется необыкновенной. Но на нас с мужем действительно явлено чудо Господне. До этого мы с мужем жили на Колыме, в центральных районах Багаданской области, печально известных в истории нашей страны как территория архипелага ГУЛАГ. Кто читал Солженицына, тот слышал о названии наших поселков. Ягодное, Штурмовой, Джелгала, прииск имени Горького и так далее. Теперь от ГУЛАГа остались лишь печальные и страшные воспоминания. Старые административные здания, даль строя, да огромное количество тел в вечном мерзлоте. Нужно ли говорить, что церквей у нас там не было? Так же, как и верующих. Речь идет даже не о возрожденных, а хотя бы о таких, кого бабушка в детстве в церковь водила. Да и бабушек-то у нас там нет, потому что до работы, до пенсии, женщине 50 лет, мужчине 55, колымчане выезжают на материк, в кавычках. Словом, территория победившего атеизма. Словом, территория победившего атеизма. Так что, учитывая, что все свои сведения о религии я почерпнула лишь из произведений Достоевского, Тургенева, Лескова, Льва Толстого, можно сказать, что мой разум в этой области был практически девственно чист. Но даже в этих условиях Господь стучал в мое сердце. Это так, пунктирные воспоминания. Вот мне пять лет. Мы приехали в отпуск к бабушке в деревню Воронежскую область. Утром рано бабушка и мама будит меня и говорят, что сейчас мы поедем в театр. Долго едем на электричке. Потом в большом потоке людей идем по проселочной дороге к замку с круглыми куполами. Там меня раздевают до трусиков и поливают из большой золотистой чаши, как и других детей моего возраста. А младенцев опускают туда полностью. Меня поразили и запомнились ощущения нереальности происходящего. Высокие своды и столбы Солнечных лучей, пронзающие цветные витражи на окнах. Как писатель пишет-то. Слышишь, как книгу читать можно. После бабушка мне сказала, что все произошедшее со мной большая тайна, которую никому рассказывать нельзя. Даже папе. Хотя с папой мы были большими друзьями. Спустя 10 лет мы были в гостях у маминой московской тетки. Я перебираю книги библиотеки и раскапываю одну очень старую, выпущенную еще до революции. Как я теперь понимаю, на церковно-славянском языке. И догадываюсь, что это Евангелие. Крутила я его, как голодная собака, запечатанную банкой мясных консервов. И мне даже удалось расшифровать молитву «Отче наш» и заучить ее. В книгах я встречала выражение «Знать, как отче наш». И после поняла, что это молитва и что она очень важна, если даже в поговорку вошла. И в жизни все время присутствовало чувство какой-то недосказанности, бессмысленности, пустоты, что мешало мне быть счастливой и беспечной. Внешне и материально у меня все было хорошо и благополучно. Но я часто плакала просто от того, что не видела смысла жизни и при этом шептала сама себе «Господи, загублена жизнь!» А иногда и не шептала, а кричала, пугая близких. Но тут, на мое счастье, как и многих других, началась перестройка и мне в руки попала Библия. Была привезена кем-то из Москвы, где ее бесплатно распространяла Финская Православная Церковь. Когда я начал ее читать, у меня не возникло ни малейшего сомнения, что все в ней истина. Со многими героями и историями оказывается, я уже был знакома. Самсона я знал по опере «Делиба» Самсона и Далида почему-то о Вавилонском пленении евреев. Я знал из оперы Верди-Набуко. История живописи оказывается полна библейских сюжетов. Микеланджело, сотворение мира и другие сюжеты. Иудив, героиня многих полотен. Вирсавия Рубенса, Давид Иоаннафан, блудный сын Рембрандта. Многие сцены из жизни Иисуса. Песнь песней. Практически дословно рассказано Куприным. Оставалось дело за малым. Выяснить, как то, что я читаю в Библии, может помочь мне и что без этой помощи я пропаду. Я понимала. Большое счастье, что в этом мы были едины с моим мужем. В Магадане в то время открыли епархию. И как следствие мужской монастырь. Монахов было немного и жизнь их состояла из миссионерских кавычках поездок. Они объезжали поселки Магаданской области. Чукотки, Камчатки. Крестили и причащали. Где-то раз в полгода заезжали и к нам в Ягодное. С изумлением узнали от них, что нужно молиться утром и вечером, да и после еды. Да невенчанными. Что невенчанными жить? Грех. Правда, нас не повенчали, так как у батюшки венцов с собой не было. Я, как почти всякая женщина, была недальновидна и считала, что наша, кавычках, духовная жизнь теперь налажена. Мы начали поститься, молиться, по воскресеньям собираться с несколькими такими же кавычках странными людьми на общую молитву. С трудом раздобыли молитвослов. Раз в полгода ходили на исповедь и постоянно читали Библию. И позже, уже на материке, узнали, что это, оказывается, не является нормой для православных. То-то радость, что рядом в тот момент не оказалось никого из таких кавычков православных. А в это время мой муж, умница, понимал, что если ты верующий, то тебе нужно спасаться. Но того, что мы делали для спасения, недостаточно. А что же нужно для спасения, никто не знает. У священника спрашивал, они молчат. До того дошло, что он решил в монахи пойти. А сам он в это время молился, чтобы Господь послал ему людей, которые научили бы его спасаться. Господь быстро откликнулся на его молитву. На его горячую молитву. На его горячую молитву. Но этому всему предшествовало одно событие в моей жизни. Работала я с секретарем приемной в райисполкоме. С перестройкой переименована в администрацию. Вместе с новым названием пришел и новый глава из демократов. Кстати, хороший, знакомый моего мужа. Обновил он и весь аппарат. От прежнего осталось всего несколько человек, в том числе и я. И после года работы вышел у нас казус. Как-то пришел к нему на беседу начальник местного отделения КГБ, после которой глава вызвал меня к себе и объявил, что считает меня агентом КГБ. Я поняла, что должна уйти по собственному желанию, если не хочу уйти по желанию начальника, что мне, конечно, трудовую книжку не украсит. В тот момент от меня практически все отвернулись. Немногие сочувствующие, в том числе и мама, советовали начать борьбу за свои моральные права и даже подать в суд. Муж вообще решил принять радикальные меры, набить этой скотине морду. Я поняла, что осталось один на один с этой ситуацией. Никто из людей мне сейчас не даст разумного совета, как же мне быть и как справиться с этой несправедливостью. От которой я ни спать, ни есть не могла. Что такое молитва, я тогда толком не знала. Взяла в руки Библию и сказала, Господи, только у Тебя я найду ответ. Научи, что мне делать. И открыла наугад Библию. Сейчас я знаю, что так делать нельзя, но тогда я не знала, как получить иначе божественный совет. И открылась мне Римлянам 12.19. Не мстите за себя возлюбленное, но дайте место гневу Божью. Я отложила Библию и сказала близким, я приняла решение, я его прощаю. И на душу опустился такой покой, такая тишина. И тогда я впервые ощутила, что такое свобода во Христе, когда никто ничего тебе сделать не сможет, когда ты следуешь Божьим советам, когда внешне ты останешься во стесненных обстоятельствах, но в твоей душе мир. И ощутила радость христианского прощения. Я спокойно уволилась, а своему бывшему начальнику сообщила, кавычки открыты, я вам прощаю то зло, которое вы мне причинили. Отдаю в суд в руки Божьи. Помните, что каждый из нас будет давать отчет на Божьем суде после смерти, а я вас сейчас прощаю. Какое-то время спустя он узнал, что причиной утечки информации в КГБ была не я, а совсем другой человек. А позже его сняли с должности за злоупотребление и взяли на должность председателя ассоциации старательских артелей. И когда эта ассоциация решила открыть участок по золотодобыче в Алтайском крае, и туда нужен был геолог, то он, видимо, чувствуя свою вину передо мной, пришел и предложил эту должность моему мужу Игорю. Геологов то у нас там как собак нерезаных. И всякий был бы рад получить работу на материке. Нерезаных, а можно сказать невешаных. Собак вешают, а не резают, душат. А перед этим мы познакомились с отцом Михаилом Фастом, бывшим тогда дьяконом и служившим магаданской епархии. Приехал он к нам в Ягодное в составе миссионерской экспедиции, которую мы принимали у себя дома. Ехал Игорь Барнаул через Магадан, остановился на ночевку у отца Михаила, и тот попросил передать в Барнауле гостиницы тестю и тёще. Гостинцы. А, гостинцы. Тестю и тёще. Так Игорь оказался в конце декабря 1995 года в доме члена нашей общины Алевтины Пантелеевны Петеримовой. И уже в день переезда оказался на занятиях по изучению Библии в университете. А через четыре месяца вызвал с Колымы и меня. Вот так Господь выдернул нас с Колымы, как морковку из грядки. Нужно сказать и ещё об одном проявлении промысла Божия. В Барнауле жила бабушка Игоря. Итак, я прилетела в Барнаул. Встретил меня в аэропорту совершенно незнакомый мне человек. В нём я с трудом узнал моего мужа. Своего? Да. И дело не в том, что у него отросла борода. У него были совершенно иные глаза. На следующий день он повёл меня в гости к Петеримовым, где я сразу попала в дружеские объятия её мужа Баптиста. Сектантов я до сего момента в глаза не видела и беседа с ними произвела на меня самое отталкивающее впечатление. Чего-то чужого и ненастоящего. Почему-то я решила, что он непримерно немец. Что-то он рассказывал, как они из одной своей прихожанки беса изгоняли. А мне бы понять, куда я вообще попала. Муж основательно напугал меня тем, что он ходит на занятия в общину от какой-то зарубежной церкви. Что моё крещение не крещение вовсе. Что в нашей православной церкви полно нарушений. Муж чужой. Православная церковь пропитана ложью. Рядом ни одного знакомого человека. Бабушкин дом. Никакой не дом, а грязная избушка на курьих ножках. А муж через пару дней вообще уезжает на работу в тайгу. Горько я заплакала. Тут-то и появилась дочка хозяев Таня. Специально отпросилась с работы, чтобы познакомиться со мной. Это знакомство было самым отрадным впечатлением дня. Она была так ласкова со мной, так приветлива. Оказала мне ту поддержку, в которой я так нуждалась в тот момент, что память об этом свежа во мне по сей день. Ей очень благодарна за то тепло, с которым она отнеслась ко мне, совершенно чужому человеку. И не могу сказать о ней, и могу сказать о ней только стихами. Она с хрустальными очами, в них искорки любви горят. Должно быть, ангелы ночами с ней очень нежно говорят. Потом Игорь повел меня на службу в Покровский собор, где я была просто оглушена обилием звуков. Пел хор свет, огорели свечи, блистали оклады на иконах, ризы на священниках. Движения сновали прихожане, то выходили, то заходили в алтарь священники, дьяконы, служители. Со стерильной в отношении религии Колымы я точно была брошена в котел кипящей информацией и событиями. На следующий день у нас с мужем состоялся серьезный разговор. Он поставил меня перед фактом. Либо я становлюсь вместе с ним членом крестовоздвиженской общины, либо мы расстаемся, и я могу возвращаться на Колыму. Вот как надо обращать их. Ну да. Я пошла бродить по городу, плакать и думать. Я ведь выбирала не просто храм, куда мне ходить на молитву, а полностью образ жизни. На Колыме у меня осталась хорошая работа. Я работала на тот момент приемной налоговой инспекцией, двухкомнатная благоустроенная квартира, друзья и пустота. И я решила, ни общину, ни РПЦЗ, я совсем не знаю. То, что в Московской Патриархии нарушение, могу поверить лишь на слово. Времени чтобы во всем разобраться у меня нет. Но муж глава жене. Починюсь ему, да и буду потихоньку разбираться. А уйти ведь никогда не поздно. Главное, что здесь православное. Буду молиться. Верю, что Господь не оставит. Через два месяца нас с мужем крестили. Понятно, что меня допустили к окрещению авансом, учитывая, как хорошо зарекомендовал меня себя мой муж. Я понимала всю серьезность происходящего и благодарна отцу Иоакиму, что он взял на себя ответственность допустить до крещения малознакомого человека. В лето 1996 года наверное было самое большое количество крещаемых за время существования общины. 26 человек. Из них на сегодня в общине осталось 11 человек. Двое умерли, остальные ушли. Так я стала членом крестовоздвиженской общины. Была ли я верующая? Однозначно да. Была ли возрожденной? Однозначно нет. Пошла бы я за мужем. Решил вдруг тогда пойти к баптистам или к каким-нибудь кришнаитам. Такой вопрос может возникнуть при моих словах, что в общину я пришла за мужем. Шагу бы не ступило. У меня хоть и невежда. Было твердое убеждение спасения там, где Библия и православный священник. Имею ли я претензии к мужу за такое жесткое условие? Нет. Видимо, сама бы я думала до морковкиного заговения. И Господь положил ему на сердце подстегнуть меня. Я благодарна Господу за того мужа, что он мне дал. Что меня поразило, когда я пропал в общину? Большое количество верующих людей. То, что много молодежи. Открыв рот, я смотрел на православных девиц, чистых голубиц с ясными глазами. То, что в жизни общины главную роль играет Библия, меня не удивило. Для нас это было само собой разумеющимся. А вот то, что здесь есть занятия по изучению Библии, и именно на них я узнал, о какой дорогой ценой мы искуплены кровью Христа, меня потрясло. Дисциплину в общине я воспринял спокойно. Мне нещо было сравнивать. Мне так всегда и казалось, что в церкви должно быть тихо и чинно. И я по сей день приветствую все то, что этому способствует. Было открытием, что у верующего должна быть одинаковая жизнь и в миру, и в церкви. То есть косметику долой, брюки долой, а платок на голову. При этом удивило, что выходя из храма, почти все сестры, особенно молодые, снимали платки и укладывали их в сумочки, а дома надевали на макушке какие-то прозрачные насовые платки или шарфики. Я сразу надела нормальный платок и носила его, не снимая и на сегодняшний день я ничем не отличаюсь от других сестер, так как привычка снимать платки после храма отошла в прошлое. Удивило, с чем зарабатывают на жизнь многие братья в общине. Готовят еду на базар, почти никто из мужчин в то время не зарабатывал на хлеб, работая своими руками. Меня радует, что сейчас ситуация изменилась и у всех братьев мужские профессии. Иногда кто-то из старожилов общины вспоминает, какая первое время была любовь среды братьев, а теперь деотношения стали хуже, грубее, иллюзии. даже не знали, как друг друга по имени зовут. Молодежь-то, конечно, знала друг друга, они собирались на именины, на пикники, словом, за столом, а вот пожилые были не у дела. Все изменилось, когда Игнатий Тихонович получил счет компенсации администрации до дома по улице Ползунова 6 и отвел их под храм. Тут-то все и познакомились на работах. Это, конечно, юноша с девушкой... Это точно. А, это точно. Это точно юноша с девушкой встречается. Нарядный, красивый, он ей цветы дарит, в кино водит, а потом они женятся и начинаются будни. Так и у нас начались рабочие будни. Мы стали ближе друг к другу. Отношения стали крепче, мы стали настоящей семьей. Особенно остро я это почувствовала, когда Господь послал мне испытания, серьезную болезнь, такую серьезную, что батюшка уж готовился подходную надо мной читать. И я волей-неволей пересмотрела всю свою жизнь, сделала ее переоценку и подвела итог, неутешительный для себя. Исполняя все из страха о рождении свыше у меня и не было. И тут-то на смертном адре произошел у меня в душе переворот и я узнала радость духовного рождения почти через шесть лет после моего крещения. счастья, что у меня тут же появилась возможность применить свои силы на дело Божье. Я стала корректировать книги Игнатия Тихоновича открытым оком. И тут-то в больнице зримо увидела любовь своих братьев и сестер. Точно скажу, что так, как посещали меня, не посещали никого во всей больнице. И как за меня молились, я это все ощущала. Эта семья большая христианская семья, где и помолятся за тебя, и обличат если нужно, и помогут, порадуются с тобой, и сплакнут тоже. И тут уж, как во всякой семье, могут быть и ссоры. Отец наказать может, но и наказание это по любви. Хорошо, что мы, как члены единого тела, можем приносить пользу церкви, каждый по своим силам. Мне Господь позволил стать помощницей в выпуске книг открытым оком. Я счастлива, что причастна к такому важному делу. Какое мы, может быть, при этом отношении к этим книгам, считаю, что при наших средствах и наших возможностях их выпуск чудо. С технической стороны, они несовершенны. Набор, проверка, все идет голопом по Европам. Мне стыдно, когда я встречаю пропущенные мной ошибки в отпечатанных книгах и полностью беру на себя вину за это. Автора я понимаю, которому хочется поскорее выпустить все собранные материалы, ведь любое время может измениться обстановка и свобода закончится. Да и кто знает, сколько лет жизни отпустил Господь автору этих книг. Он торопится, ему есть что сказать. Эти живые материалы, навеянные и пропитанные Словом Божьим, уже вошли в историю. Когда мы еще до вступления в общину читали жития святых, лично я впадала в уныние, ведь, судя по житиям, спастись могут только либо мученики за Христа, либо монахи. Если бы в конце была хотя бы маленькая приписка, что, дескать, мы допускаем, что в Царство Божие может попасть и семейный мирянин, если он принял Христа, как своего личного спасителя, и живет по-христиански. Но таких приписок там не было, а наши книги проповорачивают читателя лицом к Священному Писанию, которое говорит Римлянам 8,24 «Ибо мы спасены в надежде». А самое главное, книги дают возможность многим впервые прочитать Новый Завет в толковании блаженного Феофилакта Болгарского. А еще эти книги знакомят читателя с жизнью нашей общины. Жаль, что фотографы и журналисты освещают в основном жизнь Свято-Анфимовской общины Потеряевки. А нас, горожан, точно и нет. В деревню ведь не всякий поедет, поэтому жизнь потеряевцев воспринимается читателями как жизнь каких-нибудь старообрядцев в Боливии или вообще как туземцев с островов Попуа Гновой Гвинеи. Интересно почитать, поудивляться, но воспринять это как руководство к действию вряд ли возможно. Жизнь в городской общине не менее интересно. Мы такие разные, среди нас врачи, программисты, юристы, учителя, бухгалтеры, слесари, геологи, продавцы, строители и возраст у всех разный. Сколько детей, мы разные, но мы едины в одном, едины во Христе. О нас ходит много слухов, мне самой приходилось их развеивать. Вышло так, что я попала на работу в небольшой коллектив, состоящий из прихожан московской патриархии. Там я узнала, что нас обвиняют в расколе, в непочитании Богородицы, в непризнании за святых, может, святых, а, Серафима Саровского, б, царственных мучеников. Я приводила исторические факты, целовала иконы Богородицы Серафима Саровского, объясняла, что царственных мучеников РПЦЗ канонизировала еще раньше московской патриархии. Лед недоверия растоплен не был. Самое главное разногласие было в том, что я убеждала их, что нужно читать Слово Божие на русском языке, чтобы понимать его. Да не просто читать, но изучать, ознакомиться с толкованием святых отцов, а не слушать басни Псалом 118-113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Одна из этих девушек как-то воскликнула. Да как ты можешь вообще говорить о спасении? Мы ведь на таких темных и скользких путях. А в Псалме 118-105 говорится Слово твое светильник ноги моей и свет стези моей. Если кто-то не понял о чем она говорит, продолжи ее слова. Да кто мы такие, чтобы даже думать о спасении? Я ей ответила, мы дети Божии. За меня умер Христос, Он пролил за меня свою причистую кровь и голгофским страданиям дал мне надежду на спасение. Эта девушка взяла таки в руки Новый Завет на русском языке, но потом опять вернулась к церковно-славянскому и сидела бедная, читала, селясь понять. Увидев у нее в руках закон Божий, я спросила, находишь полезное в этой книге? Да, а ведь это римпринтное дореволюционное издание, выпущенное русской православной церковью за рубежом. Книг было тут же отброшено. Их мечты, кавычки открыты, вот треть бы настоящего старца-празорливца, вот его бы я слушала. Было видно, что они недовольны, когда я начала говорить с покупателями о вере, когда те у меня спрашивали, почему я в платке. Закончилось тем, что в течение года одна за другой все девушки поувольнялись. Одна из них призналась, что ее здесь работать дальше не благословили. Прошу заметить, что это были не прихожане, а лучшие прихожанки московской патриархии, соблюдающие посты, посещающие храм каждые выходные, не носящие брюки, действительно верующие и соблюдающие церковные правила, как были научены священниками. Но мы не могли договориться с ними в самом необходимом для христианина в том, что нужно исповедовать Христа. Когда я спросила, как они уверовали во Христа, получила ответ, это слишком интимный вопрос, изучать слово Божие. Сейчас идет разговор объединения РПЦЗМП. Указ объединения издать можно. Можно издать указы о том, чтобы отныне вода и масло смешивались в однородную массу, но масло все равно будет плавать сверху. Так и тут. Мы разные. У нас даже ценности разные. В наших книгах это все отражено. У нас не получится объединиться. И иерархи могут начать служить вместе. Мы можем начать поминать патриарха, но простые прихожане МП нас не примут. Нам в спину также будут лететь раскольники гордецы. Мы для них по-прежнему останемся чужими. Остается как хорошо сформулировал Игнатий Тихонович идти в этот вавилонский плен и постараться не раствориться среди таких православных. Многие из которых даже оскорбляются если их называют христианинами. Христианами считая что их обругали сектантами. Будем молиться не только о том чтобы Господь отвел испытания а больше о том чтобы Он дал сил их пройти и остаться чадами Христа. Аминь. Январь 2006 года Дубунова в девичестве Кривобокова Марина Геннадьевна 24 38 46 БТС 49 18 Это эпиграф и я уже подставляю. На помощь твою надеюсь Господи Иоанна 4 53 Из этого отец узнал что это был тот час который Иисус сказал ему сын твой здоров и уверовал сам и весь дом его. Деяния 16 33 И взяв и в тот час ночи он омыл раны их и немедленно скрестился сам и все домашние его. Стих Уметь бы удивляться открывшемуся чуду в ладоши хлопать и рукоплескать о непонятном ахать бы повсюду любуясь гладью озера и бурей из песка мне семьдесят почти и может будет с гаком но только бы душой не зачерстветь не пятится пред неизвестным раком не стать бы одним из множества червей. Пик красоты конечно же в природе в движении ветра мощных облаков привыкнуть можно ко всему бы вроде ух если есть чудесное то где-то далеко оно же не исчетное окрест и путается прямо под ногами сон удивления трезвому не на один присест морями плещется о безразличии камень ракочет чудо в утреннем отливе ласкается при лунной красоте при боя умели бы молчать стать менее болтливым с лосо скакать к открытиям ковбоям в глазах потухших старость у юнца не интересен сад владыки мироздания он тычется и мыкается в скуке без конца так и не выскажет в любви к творцу признание им тупоумным вундеркиндам тьмы с лицом потерянным болвашки атеисту так и придется помереть немым водой благодарно не умыться лишь озаренным и рожденным свыше утешителем с неба сиянным который в книгу жизни иегова впишет пусть с тупиком не знаем именует ямы лишь им избранникам великого Иисуса чудесное спасение приоткрылось венцы снимают и бряцают в гусли и бряцают в гусли за чудо жизни вдохновение там крылья крылья 11.02.06 мне интересно вот это ты понимаешь нет вот я здесь говорю вот ну объясните прочитай ракучий чудо в утреннем отливе ласкается при лунной красоте при боя умели бы молчать стать менее болтливым с лосо скакать к открытиям ковбоя а что при чем тут лосо и ковбой надо подумать подождите минутку ну-ка ну-ка о чем речь идет речь идет о чуде божьем которое плещется и разбивается безразличие камень это океан ну это понятно а здесь ракочет чудо в утреннем отливе утром отлив идет в океане ласкается при лунной красоте при боя я во всем вижу чудо умели бы молчать стать менее болтливым прислушаться лосо скакать к открытиям ковбоям то есть я забрасываю и ловлю как он ловит диких лошадей я новые новые открытия ученых ловлю чтобы удивиться так хочу и нет но придется один вопросик засчитать еще ну это может большой был вот оно коротенькое такое может быть потому что папка закрыта и мы перейдем потом в другую ну-ка опрос 1307 4 том открытым оком если мать прокляла свою дочь а потом осознала что согрешила как ей поступить ответ слово проклятие в библии встречается 162 раза а слово благословение 503 эти цифры ждут своих исследователей которые найдут быть может взаимосвязь между этими словами как между горой горизим и гевал а ты знаешь что такое горизим и гевал ну это когда моисей поставил на одну гору толпу гевал другой горизим да не на гору рядом на дарине горе повернуться считаем ну и там проверим проклятие бытие 2712 в библейском понимании противоположно слову благословение и означает лишение благословения и является осуждением на бедствие первый раз проклятие звучит в адрес всей земли от самого Бога бытие 317 адам уже сказал за то что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева о котором я заповедал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей проклятие изречено накаяно бытие 411 бытие 67 721 по 23 закон Божий изрекает проклятие на всех нарушителей его второзаконие 2726 проклят всякий человек кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним и весь народ скажет аминь но галатам 313 христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвою ибо написано проклят всяк висящий на древе с горы гивал были произнесены основные проклятия то есть с горы не возле с горы проклятие не людям проклятие бог ну люди были на горе зашли не давай будем считать давай так второзакон 2711 елисей пророк проклял детей вифильских 4 царств 2.24 апостол павел изрек проклятие анафему на лжи учителей которые учили превратно галатам 1.7.9 экклезиаст 5 1 не торопись языком твоим и сердце твое да не спешит произнести слово пред богом потому что бог на небе а ты на земле поэтому слова твои да будут немногие слово матери уже произнесено и быть может уже вступило в силу серахов 3.9 и во благословении отца утверждает да мы детей а клятва матери разрушает до основания если человек разгневавшись сбрасывает сверху камень настоящего внизу которому некуда уклониться а бросивший раскаялся в этом то какая тому пользу кто стоит внизу отец Дмитрий Дудко описывает случай когда мать доведенная неблагодарным сыном в гневе прокляла его прошло не более пяти минут как с улицы раздался крик и вбежала соседка с криком что прямо напротив дома только что машина сбила насмерть ее сына представьте состояние этой матери она пока бежала на улицу непрерывно повторяла я убила его почему она так говорила рядом с нами в десяти километрах поселок урывка мне пришлось благовествовать у них о Христе ко мне подошла высокая сохранившая статность на восьмом десятке лет старуха Минадора и поведала со слезами подобную же историю своего непутевого великовозрастного сына за грубость и непочтение к матери она прокляла он вышел и сел на лавочку возле дома никто не знает теперь о чем он говорил со случайно оказавшимся там злым чеченцем и тот тут же зарезал его слово матери страшно второзаконие 27.16 проклят злословящий отца своего или матерь свою и весь народ скажет аминь смысл и тяжесть не в словах но в том что эти слова приняты к исполнению не просто некой высшей силы но все это пред Господом Богом прище 13.30.11 есть род который проклинает отца своего и не благословляет матери своей мать может просить у Бога прощения и себе и дочери своей иногда люди бравируют этим проклинают налево и направо а о таких проклятиях можно сказать притча 26.2 как воробьев спорхнет как ласточка улетит так незаслуженное проклятие не сбудется в салон 108.28 они проклинают а ты благослови они восстают но да будут посты жены раб же твой да возрадуется асераху 21.30 когда нечестивый проклинает сатану то проклинает свою душу нам же наследниками нового завета дана четкая инструкция Матфея 5.44 а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас Лукаши 28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас Иаков 3.9.10 им языком благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию из тех же уст исходит благословение и проклятие не должно братья мои сему так быть Римлянам 12.4 благословляйте гонителей ваших благословляйте а не проклинайте проклятие на человека выражается не только в словах произнесенных кем-то на него но и его собственными делами Малахия 2.2 если вы не послушаетесь и если не примите к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит Господь Савов то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце Бытие 27.29 да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена да будут господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей проклинающие тебя проклятые благословляющие тебя благословенные Серахов 3.16 оставляющие отца тоже что богохульник и проклят от Господа раздражающий мать свою Серахов 4.5.6 не отвращай очи от просящего и не давай человеку повода проклинать тебя ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя сотворивший его услышит моление его Серахов 41.2 когда вы рождаетесь то рождаетесь на проклятие и когда умираете то получайте вы дел свое проклятие Давид 13.12 проклятые все ненавидящие тебя благословенны будут вовек все любящие тебя я отвечаю на вопрос что такое проклятие а потом снимать дальше мы им чужды с тех пор как донесся до нас первый стон на борьбу призывая и упала завеса неведения с глаз бездны мрака и зла обнажая но взгляни как беспечен их праздник взгляни сколько в лицах их смеха живого как румяны красивы и статны они эти дети довольства тупого над семен яковлевич нацин 81 82 год все на этом сегодня видите маленько побольше получилось закончили эту папку так ну кто-то нас слушает